МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подопечник Дмитрия Саяпина соперник переиграл с минимальным отрывом 4-3. Первый период ястребы закончили в свою пользу 2-1, однако после у летчиков нашлись силы не только восстановить голевое равновесие, но и забросить решающую победную шайбу. В своем комментарии главный тренер нашей команды Дмитрий Саяпин поздравит коллегу с победой и отметит, что игра была хорошей и активной. Поражение заставило Пинчан сместиться и в турнирной таблице. Сейчас ястребы на третьем месте с активом после 5 игр в 12 очков. Опережают нашу команду, разыгравшая по 6 матчей «Локомотив». Команда набрала 14 очков и 15 очков у лидера турнирной таблицы Могилева. В новом поединке пинские ястребы встретятся с соседями по турнирной таблице. Команда «Химик» из Новополоцка. В отличие от хоккеистов, пинские футболисты в рейтинге замерли на 13 позиции. Шанс подвинуться представился 29 сентября на встрече со Сморгонью. Это был 24-й тур чемпионата команд первой лиги. По данным с официального сайта «Волны», она уже 22 раза встречалась с оппонентом и имела равновесие в результативности. Оба соперника побеждали по 8 раз и 6 матчей завершились ничьей. В голевом значении пинчане немного опережают Сморгонь. 30 мячей против 28. Улучшить этот показатель в новом поединке не удалось. Первый тайм заканчивается ничьей по нулям. Неразмоченными ворота команд остаются и во второй части игры, менее насыщенной голевыми моментами. Об игре Виталий Кирилко, который продолжает исполнять обязанности главного тренера «Волны», отметит, что ничья – это был закономерный результат. Шансы забить были и у белосиних, и у хозяев поля, но опять же не случилось реализации мяча. Возможно, иной исход будет в новом матче пинчан, который они 6 октября проведут на своем поле. Встречаться будут с командой «Слоним-2017». Возглавляет рейтинг по-прежнему «Энергетик БГУ», «Славия» и «Белшина». На их счету в 2,5 раза больше очков, чем у пинчан, которые набрали всего 19 баллов. Еще одну победу на свой счет записали пинские милиционеры, сотрудники местного департамента охраны. Денис Герасимчук и Виталий Увольчиц стали призерами республиканского смотра конкурса, где, кроме прочего, необходимо было продемонстрировать и спортивную подготовку. Своё профессиональное мастерство проявили лучшие сотрудники департамента охраны из всех регионов страны. Им необходимо было сдать экзамены по теории, показать практические навыки владения табельным оружием, боевыми приемами борьбы, а с ними нормативы по физической подготовке. Кроме этого, участники соревновались в комплексном экзамене по реагированию на сигнал тревога, где было необходимо молниеносно решать различные задачи и принимать правильные решения, с чем пинчане Денис Герасимчук и Виталий Увольчиц успешно справились. Недолго пришлось простаивать финскому рингу. Недавно там состоялись сразу два турнира регионального уровня. А на прошлой неделе в нашем городе прошли новые состязания уже республиканского масштаба. Соперничали команды всех областей страны и Минска. Пинчане также выходили на ринг. Это Павел Плотко и Павел Селятицкий. Благодаря хорошей результативности и победам на региональном турнире, они были отобраны в сборную Брестской области. Увы, обоим нашим боксерам не повезло. Плотко в первом бою с представителем Гродненского региона вышел победителем, но во втором уступил спортсмену Гомельской области. Павел Селятицкий проиграл боксеру из команды Могилевской области. Первый бой я отбоксировал более-менее хорошо, выиграл. Во втором бою у меня упался очень серьезный соперник. Думаю, он станет первым и выиграет в моей весовой категории. Немного не хватило, он более опытный был, вот я проиграл. Мне не позволило победить то, что функционально был плохо подготовлен. Не хватило физической подготовки. Я считаю, что лучше на прогреш не обращать внимания и настраиваться на следующий бой, быть готовым к следующему, не обращать внимания на проигравшую, сделать выводы и идти дальше. Наибольшее число наград в данном турнире досталось в итоге сборной Брестской области. Ее спортсмены завоевали семь медалей, из них две золотые. Второй по результативности была команда Могилевской области и третья сборная Минска. А вот в соревнованиях по тяжелой атлетике представители Пинска преуспели. Наша команда завоевала восемь медалей на спартакиаде детско-юношеских спортивных школ Брестской области. Для участницы пинской сборной Инны Мильянец начало состязаний было не совсем удачным. Свой первый подход к снаряду 13-летняя тяжелоатлетка не смогла завершить успехом. Волнительно, очень страшно, что не поднимешь. И я боялась, честно. Это реально страшно. Зато в последующих попытках спортсменка реабилитировалась. К ее штанге все прибавлялись килограммы, которые Инна уже уверенно отрывала от помоста. Настроила себя. Я поняла, что я хочу стремиться. Я прям разозлилась сильно. Я сказала про себя, что я смогу это сделать. И я подняла. Главное не волноваться и разозлиться прям. Как ты считаешь, сегодня какой твой самый большой вес? Ты толкнешь и рванешь? Рвануло 33. Я надеялась больше, конечно же. А толкнуть, я надеюсь, 45. Главное нервничать. Некоторые просто перенянечают перед подходом. После этого уходят, расстроены, бесятся и так далее. Оставаться спокойным – это главный принцип подготовки к выступлению еще одного пенчанина Александра Рубашика. Выходить на помост ему пришлось на второй день турнира. И изначально он был настроен взять серьезный вес. Думаю, килограмм 102 толчковым. Ну и рывковым килограмм 83. А твои конкуренты сколько могут поднять? Обычно килограмм гораздо меньше, чем я. Килограмм 60 толчковым. Обоим нашим атлетам в итоге удалось достичь желаемого. Инна при собственном весе в 45 килограммов сумела поднять почти такую же по тяжести штангу. Победа принесла ей золото. Первым в своем весе стал и Александр Рубашик. В рывке он поднял снаряд в 83 килограмма. В толчке – 100 килограммов. В командном результате Пинская с Дюшор по тяжелой атлетике стала третьей. Очередной выпуск спортивной программы завершен. Увидимся через неделю. Всем удачи и хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok